Приближается дата проведения выборов. Главной задачей является обеспечение прозрачности и открытости предстоящего избирательного процесса. Но в то же время выборы не должны стать поводом для разобщения народа и выяснения отношений. Они должны консолидировать общество во имя процветания. Под таким лозунгом в столице прошла встреча представителей политических партий и кандидатов, участвующих в выборах в Дюгур-Кукинеше. Участвуют четыре стороны. Участники выборов – это руководители политических партий, представители Совета безопасности Кыргызской республики, которые возложено проводить прозрачные законные выборы. И четвертая сторона – это мы, это общественная организация Киличеке-Джол, в которой будем выступать как арбитр. Со стороны властей или со стороны участников нарушается законодательство. Мы будем арбитр, мы будем проводить монитор и выявлять, где нарушается закон о выборах. Наша основная цель – чтобы выборы Дюгур-Кукинеша провели на законных основаниях. В ходе мероприятия 18 партий из 21 политорганизаций, участвующих в выборах депутатов Дюгур-Кукинеша, взяли за основу намерение подписать соглашение о честной борьбе, принять обязательства о гарантии строгого соблюдения Конституции и закона о выборах и требовать от власти равных условий для всех участников. Партии договорились не допускать любых дестабилизирующих действий, подрывающих национальную безопасность. В случае поражения они обязались поздравить победителей, признать свой проигрыш и принять итоги при условии проведения честных и справедливых выборов. В мероприятии приняли участие представители ЦИК, Совета безопасности, государственный секретарь. По словам Сюмбека Космобетова, пришло время каждому гражданину, кандидату и компетентным органам ответственно подойти к вопросу выборов. Все тяжелые политические потрясения в стране происходили в результате нечестных выборов. Сегодня пришло время осмыслить каждому из нас, когда будем делать выбор. Сегодня здесь собрались политические партии и тесно обсуждают грядущие выборы. Это уже хороший показатель, что есть консенсус. Сегодня и президент Садыр Джапаров, и председатель кабинета министров Агалбек Джапаров неуклонно говорят о честных выборах и призывают к этому всех. Прежде всего, власть просит не торговать голосами, не применять административные и другие непрозрачные ресурсы. Главный приоритет – это организовать честные выборы и создать всем политическим силам одинаковые условия. Сегодня со стороны координационной группы оперативного реагирования совместно с сотрудниками Центральной избирательной комиссии, ГКМБ, МВД и других правоохранительных органов ведется активная работа по мониторингу процесса подготовки к выборам. Под председательством секретаря Совета безопасности также работает республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов. По мнению экспертов, прикладываются все усилия для обеспечения прозрачности избирательного процесса. Президентом Республики Садрону Роджевичем Джапаровым поставлена цель и установка провести честные, прозрачные и, самое главное, законные выборы. И в дальнейшем уже и штаб, и Центральная комиссия по выборам проводят работу в этом направлении. На всех поездках в регионы секретарь Совета безопасности, он руководитель республиканского штаба, он везде перед сотрудниками, руководителями государственных органов, муниципальных органов, он ставил задачи всемирно оказать все действия в проведении честных, прозрачных законных выборов и провести мониторинг по выявлению, работу по выявлению нарушений. Эксперты отмечают, что прозрачные и честные выборы зависят не только от ответственного подхода госструктур, но и в первую очередь от самих избирателей. Ведь создание качественного и сильного парламента в руках именно граждан.